О тарифах даже говорить не буду. Они настолько несправедливые, они настолько по отношению к людям оскорбительные. Что делается? Вы посмотрите, нет страны в Европе, нет такой страны, где были бы такие кабальные тарифы на коммунальные услуги. Парадокс, правда? В то же время зарплата у нас в десятки раз ниже, чем в той же Европе. Это действительно один из способов уничтожения. А для чего это делается? Для личного обогащения? Я помню выступление господина Гройсмана, который объяснил очень странно, почему нельзя направить газ собственной добычи на коммунальные потребности. Он как-то туманно, он, по-моему, и сам не понял, о чем он говорит, он сказал, ну, это был питательный бульон для коррупции, это все чуть списывалось на коррупцию. Ну, трудно понять человека, который говорит то, что сам не понимает. Поэтому я считаю, первый же шаг к выздоровлению нашей экономики должен сделать то ли Гройсман, то ли тот, кто придет вместо него. И надо весь газ, а его у нас 19-20 миллиардов кубов собственного добычи, направить на коммунальные бытовые потребности. Сейчас объясняют, что газ стоил 185 российский, сейчас 245 долларов, поэтому мы еще будем повышать расходы. Никто не говорит о том, что газовщики или нефтегаз Украины, который возглавляет человек, зарплата которого составляет то ли 500, то ли 600 тысяч гривен в месяц, это надо любому человеку 10-15 лет работать, чтобы заработать эту сумму. Так вот, они еще фальсифицируют, бытовые потребители получают газ не той теплотворной способности. Газ плохо готовится, низкий напор, там присутствует лишняя влага. Раньше чайник кипел за 4 минуты, а сейчас ему надо 10-12 минут. Поэтому я считаю, что правительство у нас далеко не на уровне.